Урок 11. Плагин расширения Advanced Sessions и Advanced Steam Sessions Сначала мы разберем, зачем нужен этот плагин и как его установить Далее на примере разберем вариант использования Advanced Sessions, а именно передачу своих параметров для сессии и сортировка сессий по параметрам Затем посмотрим на остальные представленные возможности этого плагина И напоследок применим этот плагин на практике. Создадим фильтр серверов по карте Часть 1. Установка Эти плагины выводят через Blueprint настройки сессии с возможностью их фильтрации А также большое количество Blueprint интерфейсов для взаимодействия со сторонними онлайн сабсистемами, друзья, айтемы, аватары и прочее Чтобы скачать плагин Advanced Sessions, переходим на форум Unreal Engine, ссылка будет в описании Здесь есть топик Advanced Session плагин Этот плагин состоит из двух модулей Advanced Sessions и Advanced Steam Sessions Опускаемся ниже, здесь мы можем взять его из репозитория GitHub Либо скачать архив Возьмем архивом, здесь выбираем версию движка, у нас это 5.0 Архив получен, теперь переходим в папку с вашим проектом Кстати, я подготовил исходники этого проекта, которые можно скачать в свободном доступе, ссылка также будет в описании Ну так вот, в самой корневой папке проекта создаем новую папку с именем Plugins И в папку Plugins из архива перекидываем папку Advanced Sessions Внутри нее лежат плагины Также возвращаемся в корневую директорию нашего проекта Переходим в контент Это содержимое нашего проекта И в архиве еще есть Example Blueprints Это Blueprint с примерами этого плагина И ее содержимое переносим в папку контент нашего проекта Этот Blueprint пригодится для наглядности В нем выведены функции этого плагина Теперь можем открыть наш проект и активировать плагин Переходим в Settings Plugins И тут сразу же будет слева Advanced Sessions Plugin Он уже активирован Соответственно, если хотим деактивировать, убираем галочки Можно его настроить, нажав Edit Advanced Sessions позволяет работать с интерфейсами сабсистемы самого движка Через его ноды функции выведено больше опций А Advanced Steam Sessions позволяет нам работать со стимовскими сервисами Авторизация, никнейм со стима, аватарка, айтемы, друзья, достижения и так далее Все, плагин интегрирован И здесь в корневой папке контента есть Example Advanced Sessions Functions Char Это тот самый пример Блупринта Перейдем в него Вот, пример работы со всем функционалом И вот в контекстном меню по запросу Advanced Мы можем наблюдать, что появились новые разделы Сторонние UI, друзья, идентификация, сессии, Steam Workshop и Voice Chat Все два плагина связаны между собой И Advanced Steam Sessions не будет работать без Advanced Sessions Advanced Sessions выводит с помощью Блупринта Возможность взаимодействовать с онлайн-сабсистемой А если это онлайн-сабсистема Steam То в игру вступает Advanced Steam Sessions На том форуме, откуда мы качали эти плагины Есть две ссылки на документацию Здесь представлены все ноды конкретно этого плагина Точно такие же разделы вы можете найти в контекстном меню движка Ссылки на документацию тоже оставлю Также есть отдельная документация для Advanced Steam Sessions Как видим, к нему относятся меньше нод Часть вторая Возможности плагина Итак, мы уже знаем про обычные ноды для создания и поиска сессий У них не такой большой функционал, доступный из Блупринта А вот как выглядят подобные функции, но от этого плагина Create Advanced Sessions Find Sessions Advanced Здесь уже гораздо больше параметров Например, можем разрешить приглашение Является ли подключение через Dedicated Server Могут ли присоединяться только друзья Использование античита Но самое интересное, это наличие экстра сеттинг сверху Это структура данных Причем каких-то своих данных Например, это может быть название сервера Сессии Имя карты, на которой происходит сессия Или гейммода Как этим пользоваться? Это массив Разбиваем его с помощью Make Array Сюда помещаем необходимое количество слотов Например, 3 Там, допустим, имя, карта и тип игры И затем вытягиваем Make Literal Session Property И тип переменной, которую будем хранить там Например, String В киеве вписываем название Например, Server Name Здесь будет имя сервера Допустим, такое И также передаем другие параметры Например, имя карты И что-то еще Пусть будет Game Mode И далее, при поиске сессии Здесь есть Filters Можем отфильтровать поиск по этим данным Также делаем сперва Make Array И сюда присоединяем Make Literal Session Search Property То есть параметры поиска Здесь выбираем, что будем делать Стоит Equal То есть будем сравнивать И будем сравнивать, например, с картой То есть нам выдадут те сессии У которых стоит указанная карта В нашем примере это Third Person Map Соответственно, здесь мы получим отфильтрованные сессии Либо взять нот Filter Session Results И здесь получить отфильтрованные сессии Соответственно, если мы задаем Extra Settings Мы хотим их получить и вывести на экран Обычно мы это делали через цикл И здесь информация о сессии Чтобы получить Extra Settings Берем Get Extra Settings И здесь структура с этой информацией Вот это Чтобы взять нужную, вытягиваем отсюда Get Session Property String Здесь задаем ключ, по которому ищем Например, серверу Map Вот у нас есть такой Extra Setting И если он будет найден То в Setting Volume мы получим данные В нашем случае это будут стринговые данные Имя карты А присоединяемся мы через обычный Join Session Теперь посмотрим, какие возможности нам представлены через Blueprint Steam Executive Nodes Работа с информацией из Steam Например, получить аватар друга К подобным нодам нужно присоединять Unique Net ID Чтобы определить, чью информацию мы хотим получить Можем взять Get Local Steam ID from Steam Таким образом мы получим нашу локальную информацию То есть собственную External UI Nodes Различные всплывающие интерфейсы Лайауты Например, панель с нашими друзьями Update Current Session Мы можем обновить информацию о сессии Например, сменить ее имя Или Extra Settings Host Server Мы это уже разбирали Можем задать Extra Settings для сессии Завершить сессию Этот нод отмечен как устаревший Отменить поиск сессий Далее, Find Server Мы уже рассматривали Получение индификатора сети В данном случае представлены локальные Get Friends List Список друзей из онлайн субсистемы Recent Players List Список недавних игроков Send Invite Пригласить друга Отмечено, что не работает Со Steam Далее С помощью этой пиро-функции Мы можем проверить Какая онлайн субсистема задекларирована Здесь просто вписываем ее название Например, Steam или EOS И получаем ответ Далее Get the Player Name Of a Player Controller Получает имя игрока через контроллер Полученное из онлайн субсистемы Далее, количество законнекционных игроков Это получить сетевой индекс локального игрока через контроллер Get Friend Information Информация о друзьях Сюда присоединяем уникальный NetID Invite Friends to Session Пригласить друзей в сессию Также нужен Unique NetID Следующее Проверить является ли игрок в текущей сессии Также через Unique NetID Следующая функция Получить информацию о текущей сессии В том числе и Extra Settings Потом идет состояние текущей сессии В соответствии с состоянием Можем вызвать необходимую логику И последнее Это найти сессию В которой находятся ваши друзья Также у этого плагина Есть свой Game Instance Вот он Advanced Friends Game Instance Что его отличает от простого Game Instance Это получение различных булевых переменных от друзей Также в Override Есть дополнительные события Функции Вот допустим Event on Session Invite Accept Вызывается если друг принял приглашение в сессию Здесь мы получаем номер локального игрока Тот кто Приглашенная персона Здесь получаем Unique NetID И сама сессия Которой можно присоединиться А Resaved Если мы получили приглашение Если у вас обычный Game Instance То мы можем его перенаследовать В нем переходим в класс Settings И выбираем Parent Class Advanced Friends Game Instance Это чтобы не переделывать старый Game Instance Который у вас уже внедрен в игру Чтобы залогиниться в стороннюю онлайн сабсистему Вызываем Login User И проверяем InLoggedIn А выйти можно через функцию Logout Также мы можем забанить или кикнуть игрока Здесь есть одноименные функции А если вы хотите иметь доступ к этим ивентам на приглашение Не из этого специального Game Instance А например из Player Controller Переходим в Player Controller И подключаем к нему интерфейс Класс Settings И здесь будет Implemented Interfaces Жмем Add Advanced Friends Interface И слева в My Blueprint Они будут доступны во вкладке Interfaces Вот они все Если вы не знакомы с интерфейсами У нас есть отдельный урок С примером использования Часть третья Практика Фильтр Теперь применим на практике Advanced Session Зайдем в Widget Main Menu Здесь я добавил кнопку Disconnect Вот ее логика Кастомный ивент Disconnect висит на констракте Здесь мы получаем текущую карту Сравниваем ее с названием Карта начального уровня У нас это Start Level Это Equal Exactly String Если мы зашли в игру И находимся на начальной карте Start Level То через Select Делаем Set Visibility Для кнопки Disconnect Collapsed убирает ее А если мы находимся на любой другой карте То кнопка Disconnect появляется И также при нажатии кнопки Disconnect Мы уничтожаем сессию И открываем начальный левел Start Level Также в сервер лист я добавил сверху фильтр Максимальное количество отображаемых сессий LAN И список карт для будущего фильтра Который мы будем сейчас сделать Здесь добавлен первый нулевой индекс Где написано All Остальные карты добавляются через скрипт Он добавляет все карты игры в список Объяснять как он работает я не буду Мы его делали в прошлых уроках Сперва мы поменяем обычный Create Session На Create Advanced Session Переходим в виджет Create Server Граф Вот он Create Session Вызовем Advanced Create Session Перекинем все соединения Вот мы все перекинули На Advanced Session И добавим Extra Settings В которое передадим название карты Которая будет в сессии И затем отображаться в сервер лист Ключ будет в сервер мап Готово Теперь отобразим карту в списке серверов За информацию о сервере у нас отвечает Widget Server Info Добавим в него новый параметр Просто скопировав текст Делаем его переменной Переходим в граф Set Text И будем добавлять сюда имя карты Получать мы будем его из сессии Она у нас записывается из Find Session Get Extra Settings Get Session Property String Вписываем название ключа Сервер мап Повесим это на found И передаем имя найденной карты И напоследок добавим фильтр поиска Переходим в сервер лист Выбирая здесь карту Будет фильтроваться Если All То будут выбраны все карты Переходим в логику Берем переменную этого комбо-бокса Get Selected Option Заменим обычную ноду Find Session На Find Session Advanced Вот она Перекинем пины Готово И собственно добавим фильтр И вот можем собрать сам фильтр Make Array Make Literal Session Search Property Equals И что будем искать Ключ сервер мап И сюда передаем саму карту То есть то что мы выбрали здесь Берем переменную этого комбо-бокса Фильтр готов То есть по карте мы можем найти Нужно сделать логику если установлено All Берем выбранный в комбо-боксе вариант И сравниваем Если там выбрано All То тут будет True На True вешаем Select И будем выбирать между двумя массивами Отфильтрованные сессии вешаем на False А на True будут не отфильтрованные То есть то что Равно All Если не All То выбираем отфильтрованные Далее соединяем всю логику И так я предварительно создал две сессии С картами 4 Person Map и VR Basic В сервер листе они почему-то отображаются по две Но это не критичный баг Зато мы видим появилось имя карты Отфильтруем по 3 Person Map Работает И так же по VR Basic Вот мы сделали фильтр Примечание при упаковке проекта не под Windows Например Mac или Android Вам может потребоваться установить плагин на уровне проекта Так же в редакторе нужно создать пустой C++ класс Для этого может понадобиться сторонняя IDEA Наподобие Visual Studio Это так же нужно делать если плагин установлен на уровне проекта Для его упаковки Если взглянуть какие есть C++ классы По запросу Session То тут мы можем найти Таски И класс Games Session Это оболочка интерфейса для сессий Код игры вызывает его Когда ему нужно взаимодействовать с интерфейсом сеанса Игровая сессия существует только на сервере Пока запущена онлайн игра То есть сессии создаются через него Подробную информацию можно посмотреть в официальной документации движка Все необходимые ссылки касаемо этого видео Будут закреплены в описании Там так же вы сможете найти все ссылки на наши комьюнити Донат, дискорд сервер и так далее